Так что, пока что, наверное, придется все-таки осматривать пикап. Тем временем, судя по всему, было ночью, темно стало. У меня крайне времени нет. Осматриваем пикап. О, смотри, фонаря у меня нет, а место подсвечивается. Интересно, как сделали. Будто где-то фонарь был. Управление достаточно шустренькое. Ничего себе хрень. Смотрите, зеленый радарит собачка. Пикап обозначен квадратиком зелененьким. Деревья даже есть, но как-то трава. Видимо, дерево, траву, это все надо будет собирать. Так, ну ладно. Вот, дошел к пикапу, появилась рука, смотрите, выделена, да? Сейчас все идет пока что по заданию. Но обучение, как такового, возьмите и перенесите сюда. Типа здесь нет. Просто подсвечивается взять все. Вот мой рюкзак показываем. Рюкзака, точнее, у меня еще нет, да? Ну, у меня есть карманы, карманы. Вот. Можно переносить вот так. Можно было взять все, нажать. И вот, смотрите, еще, да? Вот кнопочка применить и разделить. Можно. Интересно, вот это что? Допустим, я выбрал, да? Разделить. А, вот так можно делать. А это, наоборот, собрать. Интересно, удобно сделано. И можно применить. Вот она бита у меня. Спита у биты есть описание. Урон, скорость удара. Здесь описание. Это очень интересно, потому что в некоторых играх похожего формата приходится догадываться, да? Что для чего нужно. И что, как, в принципе, применять. А здесь вот описание есть. Ну, понятно, что бинты, они лечат. Битые надо кого-то бить. Но все равно, есть предметы, которые иногда сложно идентифицировать и понять, для чего они, в принципе, нужны. Приходится догадываться. А здесь вот все есть. Нажимаешь, и все. Вот, смотрите, нужно надеть. Забавно. Надеть биту. На что ее надеть? А здесь бинты применить. Но сейчас, я так понимаю, применить кнопка не подсвечивается, потому что у меня полный запас здоровья. А вот надеть бит можно. Давайте ее наденем. Вот у меня в руках появилась бита. И здесь тоже появилась бита. Справа, да? Вот можно присесть. Смотрите. Кнопочка. Вот убить зомби. Появилось задание убить зомби. Вот у меня появился рюкзак. Видите? Справа внизу. То есть предмет взял, положил в рюкзак. У него появился, да? У меня. И значок рюкзака отвечает также за всю картинку в целом. То есть вот у меня. Страшный такой. Можно вертеть, вращать. Только по оси получается Y. А вверх-вниз вертеть не получится. Ну, здесь все, в принципе, отображено, да? Вверху. Желудок. Желудок. Короче, да, прикольно. Желудок это еда, да? Если он опустеет, наверное, я умру. И вода капелька. Интуитивно понятно все. Навыки. Авторежим позволяет автоматически собрать ресурсы. А у меня есть навык авторежима. То есть я могу поставить автомат. В многих похожих играх, да? На компе. Всякие там бродилки, проходилки. Поставил автомат. Кофейку сейчас хлебнул. Лучший кофе. Так. Будет в авторежиме гонять. Вот. Кнопка слева, кнопка справа. Интересно. И скрытность. Видели, да? Можно приседать. Ну и так далее. Друг животных. Смотреться. Это я потом все буду открывать. Так. Это активные навыки. Это пассивные навыки.